If I do and if I did. Такие предложения называются условные предложения. Логика очень простая. Предложение состоит из двух частей. Если что-то , то тогда произойдет что-то или будет что-то. То есть, существует какое-то условие и при выполнении или не выполнении того условия будет происходить что-то другое. Обратите внимание на слово if, если, if you do it, можно перевести в настоящем времени, если ты делаешь это. Или, if you do it, можно сказать в будущем, если ты сделаешь это. Рассмотрим три основных типа условных предложений. Первый тип – это реальная ситуация. Если погода будет хорошая, мы поедем на пляж. Второй тип предложений, как показывает практика самый сложный для понимания, это ситуация маловероятная. То есть, мы мечтаем или воображаем о чем-то или, я еще называю это, если бы да кабы. Если бы я выиграл лотерею, я бы купил себе яхту и поехал бы в кругосветное путешествие. И третий тип условных предложений – это то, что произошло в прошлом. Все осталось в прошлом, ничего не вернуть. Вчера вы были в клубе и разминулись со своим лучшим другом. И на следующий день вы ему говорите, если бы ты приехал вчера на полчаса раньше, ты бы меня застал. Сейчас мы с вами разберем первую реальную ситуацию и вторую, там где мы моделируем, мечтаем, воображаем. Первая реальная ситуация – без сомнений делаю или что-то будет сделано. Схематично будет выглядеть так – if, потом идет глагол в первой форме, и вторая часть такого предложения будет в настоящем или в будущем времени. Если погода будет хорошая, мы едем или мы поедем на пляж. If the weather is good, we will go to the beach. Здесь идет несовпадение с русским языком, потому что в русском мы говорим так – если погода будет хорошая. И часто люди строят предложения как в русском языке и говорят «if the weather will be good». Просто запомните, что «if» и «will» – несовместимые вещи. Само по себе слово «if» уже говорит о будущей ситуации. Давайте еще раз правильно скажем фразу «если погода будет хорошая, мы поедем на пляж». Если ты будешь говорить медленно, запятая как и в русском языке, я смогу понять тебя. Но можно сказать и так «я смогу понять тебя, если ты будешь говорить медленно». I can understand you if you speak slowly. Если «if» часть в конце предложения, то запятая не нужна. Сью потеряла свои часы. Она думает, что, может быть, они в доме у Анны. Я думаю, я оставила свои часы у тебя в доме. Ты их видела? Нет, но я посмотрю, когда вернусь домой. Если я найду их, я скажу тебе. Если мы не будем торопиться, не поторопимся, мы опоздаем. Я пойду на концерт, если я смогу достать билет. Ещё раз посмотрим на модель первого реального типа условных предложений. Идёт какое-то условие «if», «если» и глагол в первой форме. Потом «подлежащее», и дальше может быть «будущее» с «will» или просто «глагол в настоящем времени». Второй тип условных предложений – маловероятная ситуация «if», «если» и глагол идёт в прошлом времени, «past simple». Потом «подлежащее», и вместо «will» появляется «would», и опять глагол в первой форме после «would». Во втором типе предложений может быть не только «would» стоять, а также модальные глаголы, у которых есть форма в прошлом времени, «could», «мог», «мог бы», «might», «возможно», «может быть», «вероятно». Посмотрим на второй тип условных предложений – маловероятная ситуация. Мы мечтаем, воображаем о чём-то. «Если бы погода была хорошая, мы бы поехали на пляж». Интересно то, что в русском языке тоже самая маловероятная ситуация строится через прошедшее время. «Если бы погода была хорошая, мы бы поехали на пляж». Обратите внимание, что во втором типе условных предложений, там, где маловероятная ситуация, глагол «be» в прошлом времени выступает «was», а также может быть и «were» со всеми лицами, и даже чаще говорят «were». Ещё один момент надо запомнить, что, как правило, «if» и «would» не употребляются вместе. Неправильно будет сказать «if the weather would be good, we would go to the beach». Правильно будет «if the weather was» или «were» «good», we would go to the beach. И тем не менее, в реальной жизни вы можете встретить «if» и «would». Чаще это используют в формальном стиле, при написании писем каких-то, чтобы подчеркнуть, как бы, супервежливость. «I would be grateful if you would send me your brochure as soon as possible». «Я был бы благодарен, если бы вы мне выслали вашу брошюру как можно быстрее». Кстати, вот это выражение «as soon as possible» очень популярное, и в email-переписке часто её сокращают до «asap». «Если бы я нашёл 100 долларов, я бы стал олигархом». «If I found 100 dollars, I would...» И вот здесь, обратите внимание, очень совпадает с русским языком. «Если бы я нашёл...» Это прошлое время. И в английском тоже. «If I found...» От неправильного глагола «find», «found», «found», «found». Вторая форма «found». «Если бы мы выиграли лотерею, мы бы...» «If we won a lottery, we would...» «If I found a wallet in the street, I'd take it to the police». «Если бы я нашла бумажник на улице, я бы отнесла его в полицию». Очень часто в разговорном «would» будет сокращаться до «d» «I'd take it to the police». В русском тоже подобное явление есть, как «бы...» «Я бы...» «Отнес его в полицию». «If it stopped raining, we could go out». «Если бы дождь прекратился, мы могли бы пойти на улицу». Здесь тоже вторая маловероятная ситуация, потому что идет ливень, и вряд ли этот дождь прекратится, и девочка просто мечтает, воображает эту маловероятную ситуацию. «I don't really want to go to their party, but I probably will go». «Я действительно не хочу идти на их вечеринку, но, вероятно, пойду». «They'd be offended if I didn't go». «Они бы обиделись, если бы я не пошел». Немножко сложная ситуация и предложение. Ну, давайте сразу разберемся. Пока это еще все не произошло, это не в прошлом. Человек говорит о будущем. Он представляет, воображает ситуацию, что могло бы быть, если бы он не пошел на вечеринку. «What would you do, if you won a million pounds?» «Что бы ты делал, если бы ты выиграл миллион фунтов?» А теперь попробуйте самостоятельно проанализировать ситуацию и правильно подставить слова. «Если бы я не пошел на их вечеринку, они бы обиделись». «Be hurt» – «были бы обижены». Сара решила не обращаться за этой работой. Она действительно не квалифицирована для нее. Поэтому, вероятно, она бы не получила ее, если бы обратилась. Теперь предположим первую реальную ситуацию. «Я знаю Сару, я абсолютно знаю ее способность и ее квалификацию». И поэтому я говорю реально. «If she applies for the job, she won't get it». «Если она обратится за работой, она не получит ее». «I know it». «Я знаю это». «Я был бы очень напуган, если бы кто-то направил на меня пистолет». «Если бы дождь прекратился, мы могли бы выйти на улицу». «Что бы ты делал, если бы был укушен змеей?» «Что ты сделаешь или что бы ты сделал, если бы выиграл миллион долларов?» «Удачи всем в изучении английского языка!» «Я с вами был Альберт Кахновский сайтов English03.ru и English01.ru» Я думаю, что я не буду говорить так. Я не могу сказать, что…». «Если бы не есть шестье. Удачи вам прийти. Продолжение следует...